Добрый вечер! Это программа «После новостей». Вы, знаю, модель. Меня зовут Андрей Дунаев, и сегодня гость нашей программы Илья Логутенко. Добрый вечер! Здравствуйте, дорогие телезрители! Здравствуйте, Андрей! Здравствуйте! Спасибо за то, что нашли время для нашей программы. Да, конечно же. Время у нас всегда для вас есть, особенно когда мы в Красноярске. Ну, есть 40 минут до начала концерта, и я думаю, что мы успеем уложиться. Да, надеюсь, что нам нужно не задерживать начало концерта. Давайте начнем сначала. Зрители всегда ругаются. Год 1979-й, извините, что так глубоко копнул. Пашка приходит в гости. Сначала поиграли в «Железную дорогу», потом решили создать рок-группу. Это действительно было так? Да, примерно, да, действительно было. У нас не так много жило ребят во дворе, поэтому все игры и люди, они достойны внимания, запоминания. Вот это все легко проверить. Ну, конечно, сейчас об этом смешно вспоминать, что мальчишки играли в рок-группу, пели какие-то песни и придумывали. Для меня это всегда была такая просто интересная игра. Делать из этого какие-то карьеры я не собирался. Более того, нужно принять во внимание, что это было наше счастливое советское детство. Вот, и в планах советских школьников абсолютно не стояло вот в большую жизнь выходить там рок-музыкантами. Вот, поэтому все это, да, могло расцениваться как некое хобби, но не более того. Но, видите, прошли годы, и как оказывается, все может резко измениться. Мы с вами живем принципиально в другой стране. Его называют звездой, а некоторые даже и легендой рока. Уже больше десяти лет прошло с тех пор, как он спел свое знаменитое После утекающего маньяка за Лагутенко прочно закрепилась формулировка «Прорыв на российской сцене». Приходилось соответствовать. За странные наряды и необычные песни его прозвали также «инопланетным гостем». И даже в Африке на его концерт собрался целый стадион. Впрочем, как и шутился сам Лагутенко, слово «уходим» оказалось созвучно слову из местного диалекта «укоди», что означает «магическую птицу типа орла». Уходим, 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 уходим. Нас круга времена, врачище. Бьется родная, в стаде пылая. Владивосток, грядыще. А действительно ли бабушка пела революционные песни? Да, да, бабушка пела мне. Там вдали за рекой пела, я очень любил эти песни. Догорали огни. В небе заря разгорал сотни юных бойцов. Из буденавских войн. Можно подписаться? Вы тоже помните. На рассвете поля поскакала. Лагутенко все делает сам. И музыку, и стихи для своих песен пишет сам. И название группы тоже придумал сам. Увидел в магазине детскую книжку про «Мумитролля» и решил немного модернизировать название. Как «Мумитролль» делает свои песни? Ведь есть определенная ротация для радио, для телевидения, и зачастую они не проходят. Да, зачастую не проходят, но ситуация, особенно в последнее время, я считаю, меняется в ту сторону, что принципиально музыка заслуживающего внимания уходит из эфиров так называемых федеральных радио- и телеканалов. Это такая тенденция не только в нашей стране, в общем-то, мировая в связи с развитием новых технологий и сети. Я лично всегда ориентируюсь на себя, как на слушателей. Я понимаю, что за последние несколько лет у меня нет радиостанций, которые я хочу настроить и послушать, нет телеканала, которые я с удовольствием смотрю, потому что там нет ничего того, что меня лично интересует. А что тогда стоять? Я ищу где-то все сети, безграничные возможности, дай бог. Сетевые радиостанции, блоги, какие-то подкасты, да. Это все такая новая форма нового общения между людьми и музыкой. Ставит себя и слушателей, если хотите, в другие рамки. Ставит благодаря вот этому новому развитию технологий. Я вот всегда уже говорю, что за последние несколько лет мы даже видим физическое, скажем так, физически уходят стереотипы прошлого в историю. Да, умер Майкл Джексон, и вот с ним, в принципе, можно сказать, ушла вот эта эпоха королей там, попа, королей рока, то есть одного имени, за которым следует весь мир. Не от того, что в мире недостаточно там грамотных и творческих молодых людей, а потому что просто сейчас абсолютно другие времена, да. И вы все прекрасно знаете, это феномен социальных сетей, феномен социальных сетей, когда люди о себе рассказывают гораздо больше, чем там тоже какой-нибудь КГБ лет 50 могло тебе собрать шпионских сведений. Сейчас это просто бери и все, то есть человеческое общение переходит совершенно на другой уровень, и музыка, соответственно, переходит тоже на другой уровень. Я понимаю, вам много приходится через себя пропускать, существует ли фильтр и насколько он мощный, что задерживается в вас, что остается, что может повлиять на вас? Я для себя это очень просто объясняю, что мне нравится или не нравится, и чему я там лично верю или не верю, вот, собственно, и все. Некоторые люди мне симпатичны, некоторые абсолютно нет. С симпатичными мне людьми я готов поддерживать беседу, вот, а с ней симпатичными я не готов. Почему это бывает, не знаю, на каком-то подсознательном уровне. То антиинтуитивно. Да, на это, да, а по-другому невозможно. Если все себе объяснять, то можно очень запутаться в этих объяснениях, поэтому я считаю, да, такая внутренняя интуиция, это, наверное. Лично мне, думаю, что и многим вашим поклонникам достаточно трудно себе представить, как вы идете в магазин, покупаете хлеб, молоко, колбасу. Кто решает эти вопросы? Не знаю, почему вам трудно представить. Мне, например, очень легко представить, как вы лично идете в магазин, но представить, что я точно так же иду в магазин. То есть, Илья Лутенко идет в магазин. Когда подходишь в магазин, нет, корзинку берешь, когда двери открываются. Обычно корзинки внутри стоят. Ну, я имею в виду уже внутри. Да, двери открываются, заходишь, там корзинка. Я обычно не с корзинкой ходу, а сразу с тележкой. У меня большая семья. Есть дальше ряды, знаете. А когда вы подходите к кассе, что вам говорят? Расплачиваюсь, достаю. Мне говорят обычно цену того, за что мне необходимо заплатить. Иногда улыбаются, иногда просят автограф сфотографироваться. Вероятно, в походах по магазинам Логузенко сопровождает его новая жена Анна Жукова. Бывшая модель, которая ради певца оставила подиум. Женщина, которая забрала мое сердце. 41-летний музыкант и 25-летняя модель поженились два года назад в Кейптауне. Анна Жукова родила Логутенко уже двух дочерей Альбину и Летицию. Таким образом, музыканта можно считать многодетным отцом. У него трое детей. От первого брака у Логутенко 22-летний сын Игорь. Вы чувствуете себя человеком с деньгами? И на что тратите деньги? На необходимые вещи я, конечно, в основном, трачу действительно на творчество, на собственную семью. Вот, собственно, и все. Какой-то излишней роскоши позволить себе не могу. Ну, потому что, наверное, связано это с тем, что рок-артисты в нашей стране не находятся ни на каком-то привилегированном положении. Все, что мы зарабатываем, это зарабатывает трудом в наших гастрольных поездах. А вот из последних ситуаций был ли момент, когда вы столкнулись с реальной бытовой проблемой и не могли ее решить? Да нет, я вообще как-то лично человек, который умеет справляться с проблемами и умеет их решать, если их необходимо решать. Тем более бытовые. Нужна тигра немножко? Да, конечно. «Сохраним тигра» — ролик, сделанный по заказу Всемирного фонда дикой природы. Певец уже давно выступает в защиту вымирающих амурских тигров и леопардов. Например, Логутенко вместе с американским актером Харрисоном Форда принимал участие в создании международной коалиции по защите тигров, а вместе с топ-моделью Наоми Кэмпбелл вел благотворительный концерт на тигрином саммите в Санкт-Петербурге. Тогда, в присутствии таких звезд, как Владимир Путин и Леонардо Ди Каприо, Логутенко на весь мир заявил о необходимости поддержки дальневосточного амурского тигра. Сколько политики в тигра и тигров в политике? Вы, наверное, имеете в виду, что последнее время, это именно год тигра, кстати, был, когда в проблеме сохранения популяции тигра было такое пристальное политическое время. Я думаю, что это, знаете, как бы вам объяснить. Когда я пишу альбом, для меня главное выработать концепцию, да? Когда этот мир люди пытаются как-то строить дальше, то им тоже необходимо вырабатывать какие-то концепции, исходя из каких-то вот текущих мировых, скажем там, ситуаций. Если 10 лет назад, когда я впервые присоединился к одному из фондов, работа которого была направлена на сохранение ауссурийского тигра, и, в общем-то, работа этого фонда особо была, не вызывала, скажем так, какого-то интереса, средств массовой информации и так далее, то за 10 лет картина таким изменилась, скажем, большим образом, да. Что греха таить во всех этих благотворительных акциях, я сейчас говорю не только про текущих, а вообще многие используют их для тех или иных своих целей, вот, и поэтому, наверное, опять же, подходить нужно исключительно было собственной интуицией, работать с теми людьми, которыми ты делаешь. А вам были какие-то конкретные предложения от политиков вот связать именно вашу деятельность защиты тигров и вот... Нет, общественная деятельность, скажем так, экологической любой ситуации, она, конечно, что угодно там можно, да, на это нарисовать со знаком плюсы, что другие минусы, но принципиально это та вещь, которая не зависит от того, в какой ты партии состоишь, вот, и какая у тебя в голове политическая идея, тут все-таки какая-то мысль от того, что должны, как мои дети должны жить завтра. Защищая тигров, Логутенко даже написал песню «Прости, киска». На концертах он обычно предваряет ее пламенной речью о необходимости защиты редких кошачьих. С ними, как говорит сам Логутенко, его роднят не только повадки, но и неукротимый нрав. Сейчас чувствуете удовлетворение от того, чего уже достигнут? Да, конечно же, да, мне приятно, что как-то я вовремя принимал правильные решения. Спасибо огромное за интересную беседу. Сегодня в программе «После новостей» был Илья Логутенко. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова